Здравствуйте! Приветствуем вас на мастер-классе от МАУМКДЦ. Сегодня мы с вами будем делать вот такой вот брошь-бутоньер к празднику Великой Победы, к 9 мая. Для работы нам с вами понадобится около 60 см черной атласной ленты, 60 см оранжевой атласной ленты, около 30 см георгиевской ленты, линейка, зажигалка, ножницы, стразины. Для начала работы мы с вами порежем ленты атласной длиной 10 см отрезок. Далее из каждого такого отрезка мы будем изготавливать лепесток броши. Всего нам понадобится 6 отрезков, 6 отрезков черной атласной ленты и 6 отрезков оранжевой атласной ленты. Также для работы нам с вами понадобится горячий клеевой клей или просто клей Момент или Момент Кристалл или ПВ-бутоньер, неудачным вариантом, поэтому лучше остановиться на более плотно-прозрачных, которые не испортят оттенком или мутностью нашу брошку. Вот у нас с вами готовы отрезки атласной ленты, нам больше не понадобится линейка, но у нас еще ножницы. Начинаем готовить черную серединку, вот эту вот из таких для настоящих лепесточков. Для лепесточка берем 10-сантиметровый отрезок атласной ленты, складываем вот таким вот образом, чтобы вот здесь получился мой угол, а вот здесь получилась гипотенуза, любимая шкафа со школы. Далее заводим край на нижний, получая вот такую вот деталь. Это у нас получается лицо, вот эта часть у нас получается изнанка. Далее на изнаночную сторону заводим края нашего линейка и еще раз отрезаем их к середине. Вот таким вот образом. Перехватываем, берем ножницы и в ровную линию торчащие в разные стороны краешки. Далее, если вы делаете это с детьми, то делайте это сами, нельзя давать детям в руки зажигалку. Далее, подпаливаем краешки и тут же аккуратно снимаем их друг другу. Старайтесь не обжечься, процесс травмоопасный, поэтому если будете делать степень, то в принципе можете им просто показать, как это делать или давать им складывать лепесточки. Переходим к второму лепесточку. Принцип тот же. Переворачиваем наизнанку, складываем в середине, отгибаем края, перехватываем, обрезаем, поджигаем. выгибаем наизнанку, серединку и краешки. старайтесь зацепить оба слоя, чтобы при скреплении лепесточек не распался. нам осталось еще два черных лепесточка и перейдем к яркой оранжевой оранжевой оранжурой. и последний черный элемент выгибаем наизнанку отворачиваем края лепесточка подгоняем оба слоя в одну линию обрезаем в одну линию и опаливаем края если вы первый раз работаете с атласными лентами они очень капризные то в случае работы с зажигалкой поставьте рядом с собой на стол стакан холодной воды если лента загорится чтобы вы могли ее туда бросить переходим к оранжевым элементам изначальный принцип складывания лепестка точно такой же складываем ленту под углом образуем прямой угол заворачиваем лицо вот сюда но отличие от черного лепестка складываем теперь не наизнанку а на лицевую сторону вот таким вот образом и теперь отсюда отворачиваем уголочки вниз перехватываем подрезаем в одну линию и оплавляем края ленты у нас лепесток получился выгнутый в другую сторону здесь получается центральная складочка а здесь углубление таким же образом делаем оставшиеся пять лепесточков складываем на лицевую сторону подравнивая уголочки отгибаем от серединки к краю выравниваем и оплавляем 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 вот таким вот элементы несложные после нескольких сложенных лепесточков у вас все будет получаться просто легко и без особых усилий техника складывания атласных лент называется канзаш элементов там очень много от самых простых таких как мы сейчас с вами делаем до максимально сложных очень интересных помощью с помощью таких простых элементарных лепесточков можно создать не только брошь для праздника но и заколки украшения любого плана для волос детям очень нравится они очень любят складывать цветочки и потом с удовольствием вносят полученные изготовленные даже своими руками изделия вот у нас готов последний лепесток начинаем процесс сборки нашего изделия берем сначала черные лепесточки выкладываем их вот таким вот образом формируя вот такой вот шестиконечную фигуру далее берем клеевой пистолет аккуратно небольшую каплю наносим на вот край цветка лепесточка прикладываем к нему другой край лепесточка смотрим чтобы самое важно чтобы совпадала серединка по уровню чтобы вот здесь вот в этом месте цветки лепесточки не выступали один выше другой ниже обратная сторона изделия нам не очень важно а вот внешняя лицевая она наиболее важная и таким же образом приклеим приклеиваем лепесточек лепесточку формируя цветочек следим чтобы не перепутать на лепестках лицо и изнанку придется переделывать будет некрасиво вклеиваем последний лепесток фиксируем его с двух сторон и соединяем наш цветочек единое целое вот такой вот получился у нас верхний черный цветочек теперь переходим к сборке оранжевого цветочка принцип тот же берем лепесточек капаем каплю клея прикладываем следующий сено стараемся не зажимать давая возможность цветочку сформировать серединку потому что если прижать все к одной стороне в одну сторону вернее их будет очень сложно расправить и цветок получится асимметричный постепенно один за одним клеиваем лепестки если работаете с клеевым пистолетом дайте клею время немного остыть иначе подвижно очень и лепестки могут ползать из стороны в сторону вот как в данном случае это усложняет работу клеиваем последний лепесточек клеиваем последний лепесточек который норовит выпрыгнуть фиксируем его с двух сторон вот таким вот образом так у нас получился еще один убираем нитки от клеевого пистолета это невозможно избавиться у нас получился черный элемент и оранжевый элемент пробуем как это будет смотреться но если наложить черный на оранжевый сдвигаем чтобы черные лепесточки давали возможность выглядеть оранжевым лепесточком теперь приклеиваем черный элемент к оранжевому здесь без разницы что на что он наносить клея черный на оранжевый но проще если честно наверное на оранжевый так виднее и есть возможность варьировать накладываю подстраиваем чтобы все было видно